Хей, вутсап, ребят! Меня зовут Леша Майсак, это Стас, это Даник. И сегодня мы решили стать настоящими пилотами на 24 часа. Да, прикиньте, сегодня нам выпадет возможность управлять настоящим самолетом. Что? А ты что, не знал? Нет. Так мы же говорили, станем пилотами. Это же логично, Даня, размышляй логикой. Я думал, просто покатаемся. Ну покатаешься ты в симуляторе еще сегодня, а взлетать-то на нем кому-то из нас придется. Так что, пацаны, погнали тогда садиться в него? Погнали. А ну стоять, сюда подошли. Это вам не аттракцион, этому учиться 10 лет. Итак, чтобы стать настоящими пилотами, вам необходимо быть здоровыми, бесстрашными и умными. Пацаны, кто это вообще такой? Ты что, не видишь? Это же наш инструктор по подготовке, он знает сделать настоящих пилотов. Ага. Вот Даня у нас самый умный и бесстрашный. Как бы, да, очень умный, а мы очень бесстрашны, поэтому мы легко оседлаем этот самолет. Поэтому давайте быстренько полетим. Разговорчики, а ну-ка вернулись. Да что, опять не понимаю. Пойдем, пойдем. Смирно! Сегодня вы пройдете полный курс подготовки пилотов. И если вы его пройдете успешно, вы сможете сесть за штурвал самолета и стать настоящим пилотом. Ну мы обязаны просто это сделать, мы же столько всего всего прошли. По-любому. Летчиками мы еще не были. Да и ребята в комментариях про это писали. Да. Все ради подписчиков. Тренироваться будем? Конечно. Конечно будем. Заниматься будем? Будем. Кушать будем? Будем. Сейчас мы проверим вашу выносливость. У всех летчиков очень сильные руки. Ведь сидеть за штурвалом, это вам не PlayStation играть. Чтобы проверить вашу выносливость, поднимите ведро с водой на вытянутых руках. Блин, поднять это легко, а вот удерживать это же сто раз сложнее. Все, теперь я точно меняю профессию. Успокойтесь, мы же должны показать то, что мы тоже на что-то способны. Так что давайте покажем. Продержите хотя бы две минуты. Ну что, пацаны, погнали, покажем ему. Раз, два, три. Опа. О, знаете, а это сложнее, чем... Даня, поднимай. Не зря я у бабки на ферме таскал воду с колодца. А я могу, а на самом деле легко, я могу разминать по одной руке. Да, выпендривайся, выпендривайся. Знаешь, одной рукой самолеток управляешь. Ну, знаешь, и такой, одной рукой управляешь самолет, а второй локтем ставишь, как крутой фотки делаешь. Нет, а я в Бравл Старт выиграл вот так. Пацаны, хватит выпендриваться, давайте лучше его обаним немножко. Капитан, да нам слишком легко, можете уже как бы заканчивать свое испытание. Да, мы как бы вообще не чувствуем это. Разговорчики. Ребят, ну на самом деле не забудьте поставить лайк, потому что нам сейчас очень тяжело, а вам это сделать очень просто. Я даже покажу, как это сделать. Просто сворачиваете и ставите, и все. Закончили упражнение. Надо больше в спортзал ходить. Реально. Уж спина заболела. Все-таки полазить мы нормально что-то можем, а тяжелое потаскать пока что не можем. Я почти поверил, что вас можно допускать к самолету. Продолжим наше испытание. Да, пацаны, я по-любому полечу, потому что у меня даже костюм как у летчика, а у вас синий и желтый стоит. Так у меня небесный цвет, а ты даже руль не заметишь. Я полечу, потому что у меня призвание летчика, летаю как ракета вот так. А ты еще скажи, что у тебя желтый типа ближе к солнцу, да? Ближе к солнцу, само собой. Да нет, это вообще не аргумент, Даня. По-любому полетим мы с Устасом, там два места, кстати. Нет, пацаны, нет. Полечу я. Да, ты не полетишь. Итак, следующее задание будет называться имитация полета. Мы что, будем с тарзанки в пропасть прыгать? Или летать на каком-нибудь учебном самолете? Да нет, по-моему, все намного проще. Разговорчики, сейчас я каждому выдам по самолету. Вам нужно рассчитать угол и выбрать правильное направление ветра. Ну вот, видите, я же говорил, что все легко. Мы что, полетим на настоящем самолете? Прикольно, да. Конечно, вот они. Блин, я думал, будут настоящие самолеты, а это какие-то картонные. Ну ладно, нам, наверное, надо понять, как летает вообще самолет, почувствовать его и все такое. Поэтому нам дали макеты. О, смотрите, у меня умеет светиться. Тусовка там, у меня нет. Почему у тебя самолетик лучше? Да не лучше, он наоборот тяжелее, понимаешь, нос тяжелый, там мигалки все эти, это сложнее. Пацаны, я, кажется, понял, как устроен самолет. Вот задние крылья, вот передние. Мне десятку за это поставят? Мне кажется, нет. Значит так, чей самолет пролетит дальше, тот в этом задании и победил. Все ясно? Да! Все предельно ясно, мы готовы. Тогда приступаем. Ну, мне кажется, этого шасси будет очень мало, чтобы мой самолетик пролетел до конца. Потому что он летит прямо в космос или залез. Но самое главное, вначале понять, откуда же дует ветер. Давайте это сделаем с помощью теста самолета. Так, стоп. Ну, вроде бы он летит в ту сторону, значит, мы будем бросать туда. Блин, зря он рассуждает слух, мы же все услышали, теперь посмотрим, как он у него полетит. Если плохо, то в другую сторону запустим. Да. Давай, Лех, удачи! Ах, вы! Я не подумал. Ладно, попробуем. В стиле, знаете, какого-нибудь дрифтера, самолет-дрифтер. Бумеран, например. Воу! Воу! Ой, я кое-что понял. Блин, Лех, круто вообще. Офигеть, я столько не заброшу. Я хочу второй. Нет, ты будешь третьим, Дань, потому что сейчас буду бросать я. Ну иди. Ой, какой он тоже уверенный в себя. Давай, смотрите. Я все равно самый далеко заброшу. Короче, ребят, я тут понял, что это крыло мне мешает. И я вообще без крыльев вылетел нормально. Поэтому давайте, у меня будет самолет-торпеда с задними крыльями. Погнали! Блин, ну почти, почти. Даня, ты где? Давай ты. Я буду сначала пользоваться Стасу тактикой, потому что она самая прикольная. Мне понравилась она больше всех. Давай. Ну что, молодцы. Настало время подкрепиться. Объявляется обед. Это то, что мы любим. Да, обед самое крутое в таких роликах. Интересно, что едят летчики, только не тушенка. Да, ну по сравнению с армейкой, это просто рай. Согласен. Тут просто картошечка жареная, котлетка, сок офигенный, 100%. Все-таки летчики, это вообще крутые чуваки. Посмотрите, как они классно питаются. Мы после этого, когда съедим это все, мне кажется, мы станем вообще в 100 раз сильнее и круче. Все, я иду поступать в летную школу, чтобы питаться-то каждый день. Согласен. А вдруг у них так еще на завтрак и ужин? Так это же обед самое такое, скучное. На ужин обычно всякие фрукты дают или что-то еще. Ребята, если вы еще не определились с профессией, идите в летчики, вас закормят. Да, это самое главное, между прочим. Еда тут кайф. Последний кусочек. Мне кажется, мы этим не наелись, и надо еще что-нибудь съесть. Ну да, можно по-быстрому за шавой сгонять. Ого, крутая идея. Прием пищи закончен, следуйте за мной. О, погнали! Погнали! Итак, задание. Вам необходимо нарисовать карту вашей страны. Леса, города, озера и реки. Приступайте! И только попробуйте срисовать с гугл карты. Пацаны, проще простого! В смысле проще простого? Ты знаешь, как выглядит наш город? Во-первых, Даня, не город, а страна, а во-вторых, наверное. Да не беспокойся, у нас есть куча фломастеров, мы по-любому справимся. Что, пацаны, как успехи? Выбрали уже что там? Города, все такое. Я уже почти все нарисовал. Я тоже в процессе. Так, ну, в принципе, 6 регионов я уже выделил. Время вышло. Показывайте, что у вас там получилось. В общем, я нарисовал все, что мне требуется. Вот наш город, вот это дом деда, это дом дяди, это дом друга, это дом тети. Зачем вообще еще что-то рисовать? Если ты летчик, тебе нужно летать только к родственникам. Зачем в какие-то еще другие места? Правильно? Пацаны, смотрите, я все нарисовал. Тут озера, здесь леса, здесь кролики. О, реально, а он просил леса нарисовать. Ну, он говорил лес, типа зелень там. Тут монстры, здесь Дима обитает, здесь детдом. Ну, где мы были, помните? А, детский дом. Так, чтобы ориентироваться, тут Москва. А он пишется, если что, через Т. Типа там не деды, а дети. Без разницы, Москва, Россия, Литва, Польша, Украина. Ну, ладно, твоя карта, в принципе, никому не поможет, кроме тебя. Но главное, это пилота, чтобы помогала. В общем, у меня такая синяя карта по цвет моей одежды. И здесь куча всяких человечков. Знаете, что они означают? Это наши подписчики. Они есть везде, в каждой точке нашей страны и вообще везде. Поэтому, ребята, если вы еще не подписаны, то скорее подписывайтесь и присоединяйтесь на эту карту. Пополняйте ряды, надо больше. Потому что сейчас без подписки смотреть 55%. Если не верите, сейчас покажу, смотрите. Без подписки 55%. Целых 55, 44 только с подпиской. Надо это исправлять. Прямо сейчас подписывайтесь на канал и присоединяйтесь к нашу команду. А еще я заметил, что, прикиньте, пацанов меньше стало. Девочек 53%. Что, пацаны, вы что, офигели? Ну, давайте-ка догоняйте и перегоняйте девочек. И вы девочке тоже не надо уступать. Забавляйте темп, пацаны. Я смотрю, вот вообще некрасиво, некрасиво. Поэтому давайте, догоняйте, догоняйте. А то девочки впереди, впереди. Ладно, повернемся к моей карте. Я там, конечно, немножко перепутал, но вы видели сами проценты. Так что вы знаете, что делать. Потом тут есть Макдональдсы. Макдональдсов повсюду. Маки есть везде, а еще они очень сильно выделяются. Знаете, их желтая вывеска. Ты сможешь ориентироваться как по спутнику с помощью Макдональдса. В общем, вот такая у меня карта. Больше всего меня не радует то, что подписчиков меньше. Надо, чтобы было больше. Чтобы мы прилетали на самолете, забирали, летели куда-нибудь там по Америку. Короче, по-моему, мы бы стали крутыми картографами еще, еще теми. До крутых картографов вам еще далеко. Выходим на полигон. О, это получается, мы сейчас ракет постреляем из полемета. Вот так вот. Я вот понять не могу, зачем мы приехали в парк. У нас же сегодня тренировка. Может, мы будем кататься на всех аттракционах? Или есть сахарную вату и попкорн? Нет, вам нужно будет пройти очередное испытание. Конечно, такой тренинг проходит на полигоне. Но так как вы новички, вам и это сойдет. Да и, честно говоря, у наших тренажеров сегодня технический осмотр. О, ну аттракционы для нас вообще изи. Главное проверить ваш вестибулярный аппарат. И как вы умеете выполнять задания в стрессовой ситуации. Ваше задание будет разделено на две части. Вам нужно будет быстро отвечать на вопросы. И крутиться на вот этом колобке. А сколько всего будет вопросов? Много. А если я недавно поел, то что тогда? Значит, будешь кататься на сытый желудок. Ну, Даня, значит, все из тебя выйдет. Почистишь организм, так сказать. Ну и покатаешься на аттракционах заодно. Блин, мне походу тоже надо прочищать, и организм будет. Стоп, почти давно шевуху съели. Ооо, нам хана. Задание приступить. Леша, сколько месяцев в году? Двенадцать месяцев, все помню. ТАСС, двадцать семь плюс тридцать шесть. Пацаны, помогите мне. Девяносто пять. Девяносто пять. Сколько? Я верю, друзья. Девяносто пять. Даня, сколько углов у квадрата? Четыре! Четыре! Леша, какого цвета бриллиантовая кнопка? Бриллиантовая. Даня, перечисли всех участников А4. Глент, Кобяков, Серега и Кобяков. Стас, кто из ваших знакомых ездил сниматься в Припяти? Егорик. Стас, как называется головной убор десантника? Насадка на ухо. Даня, как называется гараж для самолетов? Ангар. Леша, где восходит солнце? Там, где восход. Блин, пацаны, что-то укачивают, сложновато отвечать. Ну да, я держу. Все-таки, мне кажется, в пилоты пойдем, пойдем. Знаете, что я понял, что перед полетом нельзя есть шаурму. О, кстати, чувствую, да, что сейчас выйдет шаурма. Ну, нам сказали, что это разминка всего лишь. Ой, как-то это даже легко было. Все-таки у нас вестибулярка развита очень хорошо. Я думаю, летчики во время полета могут разговаривать вообще о чем угодно. Можно даже новые идеи обсуждать. Мы там даже смеялись, обсуждали что-то. Вообще изи. Я думал, это будет сложнее. Поздравляю, вы справились с очередным заданием. И мы отправляемся на летную базу. Там я вам скажу, кто из вас полетит, а кто нет. Ну что, пацаны, как думаете, кто из нас настоящий летчик? Мне кажется, это я. Мне кажется, что это я 100%. Ну тут понятно, кто тут летчик, мне кажется. Полетели, короче. Точнее, вначале поехали, а потом полетим. Точнее, я полечу. Я полечу. Я полечу. Итак, это задание одно из самых важных, которые вам предстоит выполнить. Пока вы не пилоты, но сейчас будете проходить полет на виртуальном самолете. Ваша задача не разбиться. Проходить испытания будете по одному. Классно! Мы будем кататься практически на настоящем самолете. Смотрите, сколько здесь всего. Блин, я слышал, это не так уж и просто, потому что тут куча кнопок. Посмотри. Так там экранов тоже много. Как это будет? Мне кажется, это все не нужно. Вот это самое основное. И больше ничего не надо. Думаешь? Да. Но мы это проверим. Кто сегодня разобьется из нас? В любой непонятной ситуации просто надо нажимать на кнопку катапультировать. Или на кнопку подписаться. Тоже непонятно, когда ситуация, то что она горит красной. Красной. Непонятно. Ребята, вы понимаете намеки. Так, разговорчики. К выполнению упражнения приступить. Пацаны, кто начнет? Давайте на цифа. Чего ты на меня кладешь в плечо? Давай на цифа. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Аа, получается с тобой борьба. Раз, два, три. Блин, проиграл. Ну ладно, получается я первый. Сейчас будем учиться на Лехиных ошибках. Да. Ну что, Стас, как ты думаешь, через сколько он секунд разобьется? Не знаю, на минуту он точно просидит, пока инструктаж пройдет. А, ну да, но уже минута прошла. Я пока не слышу звуков разбивания самолета. Блин, а в следующий раз станем танкистами. Хухухуху. Как и коли из танка с пушки так... Офигенная идея, давай. Ребята, кстати, пишите комментарии, если вы хотите, чтобы мы сняли видос, где мы стали танкистами на 24 часа. Будет круто. Давайте 100 тысяч комментариев, и мы это сделаем. Знаете что, даже виртуальный самолет запрыгивать как-то страшновато. Так, аккуратненько. Главное ничего не нажать здесь. Оба-на. А здесь место как в ламбе прямо. Как это работает. Вот это наша взлетная полоса. Ну все, давай полный газ. Можно задрать его. Да, вот так. Офиг. 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 Ребята, на самом деле самолетом управлять не так уж и сложно. Просто главное приловчиться и смотреть за графиком, который здесь на экране. И, как мне сказали, всегда держать 7, примерно, градусов. И линию горизонта. И тогда ты не разобьешься. Так, главное сосредоточиться и в какую-нибудь чайку не врезаться. А еще, знаете, что есть в самолете? Смотрите, автопилот. Здесь специальная кнопочка красная, на нее нажимаешь, и все, и самолет сам летит. Ладно, так неинтересно. Давайте сами за штурвал и посадим самолет. Так, ребята, сейчас мы можем разбиться, но мне уже объяснили, как его управлять, поэтому я думаю, сейчас справлюсь, справлюсь. А если не справлюсь, то меня к настоящему самолету не допустят, так что я обязан просто справиться. Так, держим, держим эту колымагу. Так, посадили, посадили, ребят, посадили, мы справились. Правда, на виртуальном, но на настоящем тоже сможем, на настоящем тоже. Это было фантастически круто, подъем, ваша следующая очередь. Да прикольно, короче. Мне кажется, у меня будет реальная лицензия пилота скоро. Да успокойся, Леха, я тебе сейчас покажу, что такое настоящий летчик. Ну давай, иди. На самом деле самолетом управлять вообще сложно, он реально вес чувствуется, ты как будто тонну поднимаешь на себя. Ну тогда, Даник, а долго ждать не придется. Я тоже так думаю, я тоже так думаю. Так, я играл во все возможные авиасимуляторы, и мне тут даже помощь не нужна. Не можете мне даже не подсказывать, я все знаю. Так, это точно газ. Так, потихонечку взлетаю, взлетаю. Ууу, так, пока все как в игре. О, кабинка тоже дергается, прикольно. Что-то скучно просто лететь. Вот, давайте в бок повернем. Самолет какой-то неуправляемый, как будто подделку подсунули. Какие-то экранчики еще странные. Ой, а где это я? Ничего не видно. Ладно, давайте мой фирменный прием. Мертвая петля. Уууу! Ой, что-то пипикает. Ой, а где это я? Так, я не понимаю, что происходит. Что это? Где мы? Походу, реально мертвая петля. Я, походу, разбился. Чего? Решил выпинлиться, называется. Все, точно. Что такой грустный? Что, разбился? Не, я посадил его. Ну, крусал. Ну, молодец, а что ты грустишь? Ну, реально. Верх голубой. Да я слишком хорошо себя почувствовал летчиком и решил сделать мертвую петлю. И что-то не доделал. Ну, у тебя песчаный реально цвет костюма подходит под песок. Ты так и хотел. Я на землю, зеленый упал. Короче, моя очередь, я погнал. Так, ребята, хоть не летная погода, идет дождь и гроза, но я все равно смогу посадить этот самолет. Я должен справиться. Так, аккуратненько, надо газку поддать. А вы, кстати, знали то, что пилоты держат штурвал одной рукой, а не двумя? Вторая рука у них занимается разными кнопочками и вещами. Так, все, я должен справиться с посадкой. Погнали. Фух, ребята, я, походу, справился. Я смог посадить самолет в такую грозу. Не представляю, что будет в настоящем полете. Он, наверное, в сто раз сложнит. Тысячу. Ладно, пойду к пацанам. Итак, к сожалению, это испытание удалось пройти не всем. Даня, к сожалению, ты закончил свою подготовку. Ну, а вас сейчас, Стас и Леша, ждет медосмотр. Опа-на, кажется, я полечу, потому что с плохим зрением никого не допустят. Ты там чайку не увидишь или воробья, и все. Не будь так уверен, кажется, я полечу, потому что я выучил всю таблицу наизусть. А вот тебя, лунатика, точно не возьму. Я просто-то говорить не буду. Угадай, кто прошел медосмотр, а кто не прошел. Да еще не понимаю, как так. Какое давление? Нет у меня давления, никакой не скачет. Все, я высыпаю, все, я нормально. А мне вообще про глаза сказали, что идеальное зрение. Хотя я просто все выучил, но я не сказал вот так вот. Она даже не спалила. Да ты просто чизер, это не честно. Вот не видишь, чайку, и что с тобой делать? А я очки надену или линзы, и все буду видеть. Так, тихо. Ну что же, Стас, я тебя поздравляю. Тебе осталось пройти последнее испытание. Какое испытание? Я все уже прошел, вы что? Скоро узнаешь. Пойдемте. Итак, я решил вас подготовить не только к полету, но и к падению. В смысле к падению? Это небо. Здесь нужно быть готовим ко всему. У каждого пилота есть кнопка катапультирования. Нужно проверить, как вы будете летать без самолета. Блин, я так и знал, что сюрпризы не заканчиваются. Вы что, хотите скинуть Стаса с крыши? Да, Даня, расслабься. Мы же уже вылетели, нас не будут сбрасывать. Разговорчики. Пилот должен быть готов ко всему. Ну, он, наверное, утюг снова забыл выключить. Но воборот нет. Тренажер в другой стороне. Пацаны, вспомнил, что у меня нет утюга. За мной. Ну, все, вроде бы ты максимально экипирован. Теперь ты готов идти в трубу. Да, пацаны, мне не страшно, потому что это же не с самолета прыгать. Ладно, погнал летать. Удачи. Как думаешь, не разобьется? Думаю, разобьется. Думаешь, разобьется? Да. Ну, сейчас мы это узнаем. Остался взяли так смешно, как пакет какой-то от мусора. Я согласен. И смотри, как он раздувается, видишь? Наверное, будет кайфово. Когда будет самолета, падай, так же будет лететь. Блин, ну это круто. Сырь, падает, падает. Все? Все? Он прошел? Стоп, это кажется, была только что разминка. Походу, его сейчас сам вверх запулит. Полетел. Знаешь что? Ты был похож на пакет, когда дует ветер. Ну, ты вообще какой-то, вообще ноль. Пацаны, знаете, что я вам скажу? Что если я буду падать с самолета, то я приземлюсь вот так вот. Прямо как Человек-паук. Прямо как Супермен. Ну, тебя прям развивало нормально. Вот Данику бы такое. Да, я почувствовал такое развитие, Даня, что тебе точно стоит туда сходить. Очень круто, пацаны. Кажется, я прирожденный летчик. Да, поэтому пора за самолет. Погнали. Погнали, брат. Итак, по итогам сегодняшних испытаний пилотом сможет стать один из вас. Опа, это по-любому буду я, по-любому. Удачи мне на моей стороне, потому что синий как небо. Итак, самолетом будет управлять Стас. Пацаны, я вас победил. О, самолет это мое, я летчик от бога. Ну, куда садиться, показывайте, где все, я залажу. О, конфетка моя. Ну, пацаны, удачи вам здесь на земле, я полетел. Ну, мне кажется, подсужено. Да, напишите в комментариях, если подсужено, то напишите это. Да, ну как Стас, уже слепой. Ну что, ребят, я уже в самолете и прямо сейчас отправляюсь в полет. Я даже не могу передать вам, что я сейчас чувствую, потому что я буду управлять самолетом. Но, с другой стороны, я уверен в себе, потому что я прошел всю подготовку. Ну, и здесь внутри как-то уютненько, мне нравится. Ну, ладно, все, поставьте за это лайк. Не смешно и обидно. Крутой самолет, вот так. На самом деле, мне так нравится, эта взлетная полоса, она такая клевая. Особенно вот такой вот домик, как всяких фильмах. Такое красивое поле. Чтобы все было честно, мы можем снять 24 часа в самолете, а не стали пилотами. И тогда все полетают. 24 часа в невесомости. Блин, прикольно будет. Так что, ребята, если вы собираете 500 тысяч лайков, то мы снимаем это видео. Просто ставьте лайк, и мы снимаем новое видео самолетом. Так, все, выравниваемся, выравниваемся, летим ровно. Спокойно. Так, спокойно, мне помогают. Ну что, как оно, пилот? Пацаны, дайте я на землю матушку стану и расскажу вам. Потому что жить в небе, это, конечно, круто, но не для меня. Короче, знаете, что я скажу, что все вот эти вот старания, вся эта учеба многолетняя для летчиков, это стоит того. И быть летчиком, это вообще круто. Ну, мы всего лишь 24 часа учимся, поэтому завидуемся, завидуемся. Завидуемся, да. Пацаны, обязательно каждый из вас должен полетать на самолете. Ты прокатишь, может, прокатишь. Ну, потом как-нибудь прокачу. Ну ладно, как я и говорил, 500 тысяч лайков мы снимаем следующую часть, где мы 24 часа в самолете. Ах, и все, и все полетают. Следующим будет ракета, это точно. Ребят, на этот раз мне повезло, ну а вы ставьте лайки, чтобы пацаны тоже полетали в следующий раз. Обязательно это сделайте. Подписывайтесь на канал, ну а с вами мы уже увидимся в следующем ролике. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.